Друзья, время пришло. Сегодня вы узнаете, как настроены именитые уже китайцы, ну, по крайней мере, популярные, те, которые можно купить, которые стоят, блин, по 5 миллионов, уже большая часть из них. И посмотрим на школу, что они дали этим автомобилям своим любимым. А это Манжара, это ГАК ГС-8, это Чинган Юникей. Что дали инженеры им по приводу, как он себя ведет в идеальных практически условиях, потому что мы используем подкаты, заказали специально новые, более широкие, чтобы колеса не цеплялись за концы их, да, за металл, еще за что-либо. Чтобы идеально все проходило, как раз-таки, чтобы и посмотреть эту самую настройку, электронные имитации, возможности блокировок, если они есть. Ну, в общем, все увидим. Ну, и для сравнения еще возьмем именитых немцев. Думаю, будет интересно. Начинаем. Первый показывает класс у нас Манжара, естественно. Начинаем в обычном режиме, ничего не включаем, просто берем и пытаемся съехать вот прям так. Добавляем газ. В обычном режиме с трех роликов не съезжает, да? Окей, ждать мы не будем. Мы выбираем сразу спорт режим. Больше помощи, явно. Чувствуете, да? Старается, пытается. Помощи больше, но не может съехать. Добавлю газ. До двух тысяч оборотов. Съехал. Что у нас произошло? В спорт режиме, наконец-то, начали появляться эти имитации. Они, конечно, не постоянно, а такие периодические. Но, тем не менее, это ему хватило, и он в какой-то момент съехал. Сейчас мы уже включаем оффроуд режим и посмотрим, что будет. Я думаю, вы должны удивиться. Потому что для любого кроссовера эта ситуация, напомню, одна самая, наверное, тяжелая. Когда заднее колесо нужно перераспределить все назад. Смотрите, как работают эти имитации. То есть я чуть-чуть добавляю, они постоянно работают. Это вот 1200 оборотов, и все. И он уже съезжает. 1200. То есть сначала холостые там 0.7, 0.8, да? Если в спорте мне пришлось до 1600 довести, то здесь, по факту, 1200 уже постоянно эти имитации дали ему возможность спокойно спрыгнуть с этих роликов. Три колеса на роликах, переднее на суше. Это попроще испытание, должно быть для любого кроссовера. Соответственно, здесь он должен, наверное, съехать даже в обычном режиме, если добавлю газ. Смотрим. 1100, 1200, 1300, 1600. Нет, не съезжает. Значит, меняем режим. Прямо сразу же в спорт. В спорте. Смотрим. 1000, 1100, 1200, 1300, 1400. Нет, 1500, 1600. Нет. Вот так вот. Давай тогда оффроуд. Оффроуд режим. Погнали. Запускаем. 0.7. Сразу пошли имитации. Прямо сразу же, как отпустил, он уже понимает, что что-то здесь не так. И похоже, как будто бы даже на холостых хочет съехать. О, перестал. Давай добавим газа. 0.9. 1000 оборотов. 1100. 1200. 1300. 1400. Пошли имитации. 1500. Все. Идеально. Вот это, я понимаю, настройка. Ну что, следующий испытуемый. Начинаем в обычном режиме. Ничего. Мы на подкатах. Просто отпускаю газ. 2 км в час, где-то 900-800 оборотов. Добавляю. Вот они имитации. Они просыпаются когда-то там у гака. Ну вот, смотрите. Оба-на. В обычном режиме. Просто съехал, добавив оборотов. Мне не пришлось включать оффроуд режим. Для этого. Прикол. Получается, переднее колесо очень легко всю машину вытягивает. Даже в режиме обычном. Имитации он такой сначала и нет. Как только оборотов даешь, он раз и все хорошо. Но сейчас мы выберем режим уже оффроуд. Я думаю, в нем будет поинтереснее. Смотреть и наблюдать. Итак. Имитации. Какое-то сопротивление сразу же появилось. На холостых даже. Добавляем газ. Чуть-чуть. И вот они имитации пошли. Чувствуете? То есть, вот то, наверное, о чем я говорил вам на оффроуде. Как было круто управлять тягой, когда мы с вами вот в сугробах там везде были. Вы посмотрите, он сделал это круче манжара. Еще мягче, еще плавнее просто взял и съехал с роликов. Но правда, это переднее колесо. Сейчас посмотрим, как с переброской тяги на заднее будет. Но, по-моему, это прям очень круто. Прям вообще. Сейчас у нас заднее колесо, правое, стоит на земле. Все остальные в воздухе на роликах, да? И обычный режим. Смотрим, как он будет справляться с этой ситуацией. Блин. Ну вот я включаю драйв. И он уже старается съехать. Даже на холостом. Это, наверное, чувствуется, да? Даже снаружи. Чуть-чуть добавляю газ. Вот чтобы до 1000 оборотов буквально. Вот минимально. Вот она, 1000 оборотов. 1200. 1500. Ооо! А вот здесь уже даже 2000. И нет. Задним так просто не будет. Хотя, вот смотрите, я, кажется, что-то нащупал. И он, кажется, разгадывает этот алгоритм сам. И как будто бы я вот в натяг уже хочу практически съехать. Добавлю газ. Еще больше 2000. Не, ничего не происходит. Окей. Ну ладно. Манжаро, значит, погодите. Тут называется у них. Они очень близки. Включаем оффроуд режим. И смотрим, на каких оборотах здесь он съедет. Я говорю съедет, потому что уверен в том, что он съедет. Добавляю 1200. Я сбросил специально, чтобы не съехать. Вернулся на ролик. Добавляю 1200. Видите, да? Все. 1300 где-то. То есть, меньше оборотов потребовалось, чем Манжаро. Тот на 1500-1600 съехал. Здесь 1200-1300. Он уже, все имитации, все уже готов. Круто. Круто. Неожиданно ли? Или ожидаемо? Вот в чем вопрос. Начнем с самого простого. Диагоналочка. С ним должен справляться любой кроссовер. Поэтому просто вот давай. В нормальном режиме, в режиме авто. По полному приводу. Пробуем. Кнопку разблокировки забыл. Едем вперед. Имитации. Больше мощности, больше оборотов. Ура! Мы съезжаем. Диагоналка. Есть. А что будет с более сложными препятствиями, а? Есть небольшое, небольшое, но очень важное отличие от двух других автомобилей. Я ничего не могу нормально управлять тягой. Вот это, минимальные вот эти все движения. Вот так. Есть. Итак, переднее правое колесо с зацепом. Три на роликах. Нормальный режим. Все. Ни эко, ни спорт. Просто нормальный. Смотрим. 0,8 оборотов. Ну, как будто бы без вариантов. Нажимаю на газ чуть-чуть. Чуть-чуть нажимаю на газ. 1000, 1100, 1200. Начинается имитации подключать. 1100, 1200, 1300, 1400. А? Ну, что я могу сделать? Я ничего, ничем не управляю здесь. Я вот рулем кручу, хочу вернуть его, но нет. В спорте посмотрим. Что-то изменится, потому что здесь оффроуд режимов нет. Здесь есть 4WD-Lock, который мы, конечно же, включим чуть позже. Делаем в спорте. 0,8. Дал угла сразу, видите? Он просто дает угла и пытается съехать. Я не знаю, что это было и что я сделал, но он взял и съехал. Я включил 4WD-Lock, но у нас по-прежнему есть спорт, эко и нормал. Давайте в спорте посмотрим, что будет. Но кажется, я знаю, что жопа начнет обгонять морду. И он начнет съезжать, да? Потихоньку добавляю 4WD-Lock. Пытаюсь контролировать. Кручу руль. В спорте 2500 оборотов. Ничего. О, ноль. То есть, не помогло. Давай нормал. В нормале, но в 4WD-Lock. Имитации типа работают. Он показывает, что он имитирует. Добавляю газа. Ноль. Окей. Давай в эко. Вдруг у него в эко вообще супер круто. И типа как оффроуд. Подкусывание чувствую. Они есть. Хочет. Чувствуется, что хочет. 1400 оборотов. 1500. Подкусывает. 1600. 1600. 1700. Обалдеть. Что произошло? Что случилось? Что было? Вдруг поехал. На 2500 примерно 1000 оборотов. Он вдруг решил, что наконец-то надо себя стащить с них. То ли там нагрел их, то ли что. Я не знаю. Но очень долго пришлось ждать нам вот этого. Я думаю, вы уже поняли, что Манжаро и Гак уже уехали от него на бездорожье, пока он тут что-то выпендрился. Ну давай заднее смотреть. Хотя я думаю, если так тяжело с передним было, то заднее будет вообще пипец. Все. 4WD-Lock. Эко. Топовое сочетание, как мы поняли, по крайней мере он съезжал. А тут начинается свистопляска, да? Вот так. Добавляю газ. 0,8. 0,9. 1,1. 1,2. 1,3. 1,4. Он пытается. Я вижу, что он делает. Вижу, что хочет. Вижу, что хочет. Вижу, что хочет. 1300 оборотов. 1400. 1500. Мне кажется, сейчас это должно случиться. Он подумает еще немножко, либо их прогреет опять. Ошибка 4WD. Переключите в 2WD. Неисправность системы. Тролливали. Перегрели привод. Вот так. Все просто. Чинган. Извините. Ничего не получится у вас. Но вроде в сложных ситуациях. Он не для этого. Как я вам и говорил. Он для того, чтобы понтоваться. Вот, пожалуйста. Ничего не придумал. Все вот это здесь произошло. А, ну, собственно, он и режим это не дает. Включать теперь никакие. Все. Это просто. Это просто. Сорян. Делайте ваши ставки. Сколько ему нужно времени, чтобы он остыл. Музыка. Ух. Дрожь. Дизельная. Дрожь. Прикольно. Дрожь. Я делаю. У меня дизель. Я. У меня вибрации дизельные. Капец. В общем, есть подозрение, что... Да, конечно, у нас не новая BMW. Но, тем не менее. Есть подозрение, что она может с трудом справиться и с просто диагоналкой. Поэтому начнем с самого простого. Проверим кроссовер на профпригодность. А еще многие же пишут, раньше было лучше. Поэтому смотрите. Драйв. Добавляю газ. Тысяча оборотов. Тысяча сто. Тысяча двести. Тысяч пятьсот. Тысяч шестьсот. Я съехал. На тысяча шестисот оборотов он все-таки решил, что надо всего добавить. Напомню, что у нас два литра дизель полный привод. Передняя правая сейчас на дороге. И все остальные на подкатах. Ну, давай, покажи BMW. Крутость своего привода. Олдскульного. О, и разворачивать начинает. Тысяча пятьсот уже. Вот сейчас работали имитации. Я в дрифте, потому что это BMW. Она хочет дрифтить, видите? Две тысячи оборотов. Че? Че было? Че было, расскажите. Я ничего не понял, но она съехала. На двух тысячах оборотов. Он этим просто вот так вот шрем. Вот этим? Да. То есть начал, а до этого нет. Ну, он типа потихоньку, потихоньку. Но это было только на двух тысячах получается. То есть, если до этого он тысяча пятьсот, тысяч шестьсот съехал с диагоналки, то здесь уже две тысячи оборотов надо было. Итак. Для BMW это гораздо более легкий. Как мы выяснили, будет тест, да? Добавляем газ. Тысяча пятьсот. И вот тысяча шестьсот. Тысяча восемьсот. Две. Тоже две тысячи оборотов и съехал. Все. В общем, история такая. С диагоналки хватает тысяч шестьсот оборотов для того, чтобы заработали имитации и все перераспределили. А вот сложных ситуаций уже тут как повезет, надо добавлять. От тысяча шестьсот до двух тысяч оборотов уже начинает справляться, перераспределять. То есть, привод на BMW X3, даже олдскульный, без всяких оффроуд режимов и всяких там выпендрежей, все равно может. Chevrolet Tracker. Сейчас мы его тоже сюда добавим, посмотрим, потому что другой привод совсем. Тоже автоматически подключаемый, но попроще сильно. И потому, как мы уже заезжали на эти ролики, чувствуется, что будет ему тяжело. АВД. Давайте отключу для начала. И просто посмотрим, что будет в режиме авто. У нас автомат, естественно, полный привод. Смотрим. Ну, давай. Нет, хотя, смотри-ка, имитации пошли. Газа по две тысячи даю. Пытается. Даже сам себя... АВД рекомендет. Говорит, не, фигней страдаешь. Давай АВД рекомендет. Он. Разок рекомендет. Поехали. Добавляем. Ничего не изменилось? Че ты тут рекомендет, не рекомендет? Ты понимаешь, да? Сервис, power steering, drive with care. Все, у нас ошибки. Причем по усилителю руля почему-то. Ну и заодно, типа, чек тоже он бахнул. Пробуем. Не. Че делать будем? Не работает. Давай диагоналку, пожалуйста. Ну, че, смотрим? Справиться с диагоналкой-то нет? Проверяем. АВД. All-wheel drive. Подкусывает. Видно, что работает электроника. 1600. 1800. Пытается. Две. Есть. Я справился. 2300 потребовалось ему, чтобы он преодолел диагоналку. Как мог напрягался. Ну, получилось. Ура. Это все, что он сможет, я думаю. В общем, у нас обязательно должны быть какие-то выводы. И если вы думаете, что мы сегодня посмотрели только на то, что может полный привод, то, конечно же, нет. Потому что с полным приводом все понятно. Хотите, чтобы в вашей машине был нормальный полный привод, берите Манжаро, а еще лучше ГАК. А все остальное надо еще подумать. Ну, или продолжайте ездить на том, что у вас уже есть с нормальным полным приводом. Китайцы и новые некоторые простые автомобили не все умеют его делать хорошо. Но еще мы посмотрели. И на плавность того, как каждая машина может заехать на эти ролики, как она себя ведет, насколько долгоиграющий этот полный привод, даже если он есть. В общем, как всегда, много полезной и познавательной информации для вас. На этом все. Всем спасибо огромное за внимание. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки. Да? Будем делать, повторять. У нас есть еще кандидаты, которых можно проверить. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok